ну что вы вернулись пришла весна снова и мы продолжаем наши съемки а то я смотрю вы сучки уже начали ныть что где зачем подписался где видео блять то вы заебали мне просто заебали вы не понимаете что у нас блять тоже бывает зима хотя сейчас уже она закончилась сейчас февраль у нас 8 уже 10 градусов тепла но все равно зима то у нас бывает а по снегу блять по трассе летать я не умею ни хуя не собираюсь для на чужой машине ладно блять сегодня я добрый поэтому вы еще мне у меня на антитест драйве получите сегодня у нас ник тайме легендарные е500 волк просто удивительно как нам удалось достать а то что очень малых осталось живых в хорошем состоянии найти практически невозможно но у нас это получилось и настоящий волк редко встречается чем он отличается от обычно во первых колес на арке да видите колес на арке массивный у него заниженная подвеска вообще эти машины они как фанаты знают что они собирались на парше на заводе парше потому что в то время еще как бы у мерседеса не было достаточно опыта для того чтобы собирать такие мощные автомобили и вот этот 5 литровый двигатель они поставили в этот принципе небольшой кузов да давайте сразу движок вам покажу этот двигатель объемом 5 литров в 8 и у него 4 клапана на цилиндр то есть это не какой-то там задушенный ничего это именно вот мощный мотор большого объема него все как бы как бы уже видите стандарты в то время уже стандарты мерседеса проявлялись том что он как бы сделано даже все качественно еще с тех пор просто для тех времен 320 лошадей этого просто фантастика тогда гольф джитя и был бы 118 лошадиных сил бы сейчас год жить я и вдвое больше важнее то есть по тем временам бля 320 лошадей в таком принципе небольшом кузове это был просто самолет и эти машины вы видели по фильмам таким как такси вот они там тоже снимались два волчка там гонялись эти пижо мы сейчас по трассе тоже его попробуем так это в принципе тот же самый 124 кузов просто с огромным двигателем массивный двигатель фактически занимает все подкапотное пространство и для того чтобы как бы это все выдерживало конечно тут и тормоза усиленные подвеска и занижение то есть чтобы управляемость была это все сделано как бы для того чтобы вот этот движок потому что чтобы не было машина слишком валкая на большой скорости вообще конечно ну в объем вот как американцы говорят знаете но replacement for displacement это значит что нет альтернативы объему так как чувствуете а вы объем так ничто другое не чувствуется но сейчас мы проедем как раз и посмотрим просто легенда у нас сегодня в туне тайме легенда легенда немой ни больше ни меньше просто давайте еще заведем послушаем как он практически можно сказать этот же свирепый зверь уже занесен в красную книгу аж покачивает машину немного вы просто зверюга так поехали и и Субтитры создавал DimaTorzok Настоящий Мерседес короче Коровка как она плотно просто держится за дорогу И при этом вот сейчас мы едем уже 130 км в час И достаточно еще тихо в машине Вот в чем суть всех Мерседесов То что она и быстрая И при этом еще комфортная В хорошем состоянии машина Она не рыскает по трассе Ничего, четко идет вперед И мощи при этом 5 литров они чувствуются Ты можешь их почувствовать Они чувствуются, что они есть Понимаете, вот объем Есть что-то в нем такое Что привлекает То, что ты знаешь, что у тебя Именно вот под педалью Ты чувствуешь вот это вот все Что у тебя большой, огромный мотор И еще этот массивный капот Выбирает И ты вот прям вот И главная машина не чувствуется как большая То есть она не прям большая Это 124 в принципе Ну вот такой вот плотный Мощный, собранный В то время по прямой Не было равных этим машинам И сейчас тоже на трассе Это просто король трассы Надавил бы И ушуршал вперед Просто никто не упирается 150 Ну разгон до 100 мы попробуем Вообще по паспорту у него заявлено 6 секунд разгон до 100 6 Мы сейчас попробуем Посмотрим Как он покажет Этот разгон Ну я думаю На самом деле здесь будет Ну посмотрим 6 может и покажет Несмотря на массивный вес Так А ну-ка Смотрите на панель Сейчас я надавлю И поедем вперед Посмотрим как она уедет Раз Два Три 40 50 60 70 А Бля Там кнопка еще Под педалью Нихуя себе Я на кнопку нажал Я на начало Уходить А ну-ка еще разок Сейчас мы еще разок Попробуем На этот раз Я дожму до конца Там под педалью Какая-то вот кнопочка Что-то такое И когда педаль до конца Нажимаешь Видимо открывается Там что-то еще Дополнительное Так Смотрите на приборку Раз Два Три Оооо Вот это другое дело 60 70 80 90 100 Вот это волк Вот почему его волк называют Потому что он И ушел Не ну вот 5 литров Вот что надо Бля Чтобы Блин И ушла машина Нахуй Разогрела она меня Ааа Лучше К ней бы привыкнуть Вот чтобы уже И в повороты ее И все Она бы Даже может я думаю И вот затяжные повороты Залетать мощно Она же для этого посажена И тормоза достаточные Не вот там под педалью Именно вот эта кнопочка Пока вы просто играете газом Двигатель в принципе спокойный Но потом Когда вы нажимаете педаль газа в пол Ух Какого подхватывает Даже Да Это король трассы просто Просто король трассы Легендарный автомобиль Вот почему Вот каждый раз Когда я сижу В какой-то вот Культовой машине Я вот Пытаюсь понять В чем ее суть И суть этого машины Вот этой машины Это просто В натуре Волк среди овец Потому что на трассе Он действительно Просто вне конкуренции Догонит любого Схавает любого Просто-напросто Он может Пустьюк И все Настиг Разорвав Без компромиссов Без компромиссов Просто-напросто Отличный автомобиль Но мало их просто осталось Мало осталось Их уже Возраст берет свое Просто этот вот Экземпляр Хороший состояние Я же блядь Ушуал Ушуршал Просто По трассе Встанем Под мост Хотя все говорят Под мостом Нельзя стоять Заипали вы тоже Ну что Ребят Это был Тюник тайм 124 Е500 Волк Отличный просто Автомобиль Настоящий Мерседес И по трассе Просто носится Как бы Вне конкуренции В своей стихии Это вот эта Трасса Его стихия Если вы хотите Помочь То ставьте лайки Пишите комментарии Что вы думаете По этому поводу Про эту машину Обсудим ее На этом все Сегодня Подписывайтесь На мой канал Пишите Ставьте лайки Делайте репосты Ну в общем Как обычно Как бы Нужна ваша поддержка Потому что Канал развивается Тогда Когда есть у него Такая вот поддержка А на сегодня Все Мы как могли Ее сняли Блин Так не хочется Уходить Ее Хочется Каждый день На ней ездить Но я понимаю Что современные Цены на бензин Постепенно Вот эти большие Объемы убивают Постепенно Все меньше И меньше Объем автомобилей Становится Уже Один литр Турбо 0.7 Турбо Зачем 0.7 Зачем 1 Вот блять 5 литров Нахуй Двухлитровый Бывает Только пакет молока Ёманы Насос Блять Какие нахуй 1.6 Блять Вот у меня 1.6 Я езжу на 1.6 И когда Поездил на 1.6 Я сейчас Проехал на 5 литровом Моторе Я могу вам Знаете что сказать То что Размер Имеет значение В этом деле Хорошо Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok